Существуют игры, которые в одиночку олицетворяют лучшее, что есть в их жанре. Так, наряду со Снэйком и Хитманом, символом стелс-экшенов является оперативник Сэм Фишер. Сошедший со страниц книг яростного любителя клюквы Тома Клэнси, американский шпион стал главным героем серии отличных и не очень игр. После неоднозначной конвикшен, авторы решили встряхнуть и в некотором смысле перезапустить франчайз. Поэтому шестая игра оказалась в равной степени возвращением к истокам и локальной революции. Представляем вашему вниманию ее обзор игры, Том Клэнси, Splinter Cell Blacklist от Playground.ru. В общем и целом, Blacklist — это возвращение хорошо знакомого классического Фишера. Снова все те же прятки в тенях, спасение мира от терроризма и официальная работа на правительство штатов теперь уже в четвертом эшелоне. Временами может казаться, что никакой конвикшен даже не было. Но все не так просто. В игре то и дело затрагиваются прошедшие события и встречаются знакомые персонажи. Механика, как таковая, не претерпела серьезных изменений. Сэм со знакомым упоением ползает по стенам и трубам, прыгает на головы врагам и хитро подмигивает зеленым глазом из темного угла. Зато появилась любопытная фишка, позволяющая в считанные секунды и без напряжения лишить жизни тройку врагов. За тихий и аккуратное убийство заполняется особая шкала, которую можно использовать для кинематографичной атаки сразу по нескольким целям. Достаточно выделить трех ближайших врагов и наслаждаться сценой, в которой Фишер точными выстрелами убивает противников. Кому-то это может показаться неблагородным способом прохождения и даже читерным. Но игра очень часто подкидывает сюжетные ситуации, в которых иначе поступить попросту не получится. Убивать всех подряд, однако, вас никто не вынуждает. Новый Сплинтерселл предлагает аж три стиля прохождения. Выбирайте тот, что вам ближе по душе. Если ваш конек тихое и незаметное прохождение без лишних жертв, то вам предначертано стать призраком. Этот стиль, что занятно, приносит больше всего очков к финальному рейтингу. Пантера, манера прохождения более агрессивная, хотя тоже относится к стелсу. С тем лишь отличием, что врагов нужно однозначно устранять. Наконец, Штурм говорит сам за себя. Бегайте Аки Рэмбо по уровням и громко истребляйте всех, кому не нравится обтягивающий костюм Сэма. Каждый стиль подкрепляется набором полезной амуниции. Костюм Фишера можно в буквальном смысле прокачивать, покупая новые улучшения, которые в свою очередь дают прирост к тому или иному атрибуту, облегчая, соответственно, тихое или кровавое прохождение. Таким же образом покупается оружие и даже расцветка для индикаторов костюма. Более того, можно улучшать и передвижной штаб-самолет, который используется в качестве перевалочного пункта, позволяя поболтать с подчиненными и выбрать миссию на ближайший час. Где на все эти мелкие радости взять средства? Все просто. Достаточно проходить основные и побочные задания. По сюжету нас ведет необходимость остановить террористов и предотвратить их дальнейшие козни. Но напарники всегда готовы подкинуть задачку произвольной степени сложности. Тихие проникновения, громкие штурмы и даже отражение волн врагов. Скучать не придется. Практически все миссии в игре снабжены дополнительными целями, за выполнение которых отваливают приятный денежный бонус. Есть испытания Shadow Net, которые скорее представляют из себя несложные ачивки. Это еще один источник дохода. Миссии можно проходить как одному, полагаясь на свое острое чутье, так и в режиме кооператива с другом или случайным незнакомцем. И это не просто позволяет иначе оценить игру и получить у нее удовольствие, но и открывает ранее недоступные способы прохождения. Некоторые задания так вообще предназначены исключительно для двух игроков. В мультиплеер вернулся старый добрый режим шпионы против наемников, так что способов провести в игре время получилось неприлично много. Что до сюжета, то здесь все в общем-то стандартно. Желающие отомстить агрессивным США, ближневосточные террористы, взявшие в себе таинственные названия инженеры, до патриотичный подбородок Фишера. Нежелающий старый шпион управляет своим личным четвертым эшелоном, болтает по рации с Гримс Доттер, ввязывается в любопытные клюквенные интриги и почти единолично спасает мир из раза в раз. Блэк Лист хороша со всех сторон, хотя звезд с неба не хватает. Ничего поистине гениального или революционного в ней не найти. Даже обновленная механика уже, как говорится, была в Симпсонах. Но новая часть Splinter Cell и не пытается корчить из себя серьезный и реалистичный проект. Она не решена самоиронии, а проскакивающее время от времени черный морок позволяет проникнуться к игре настоящими дружескими чувствами. В нее просто приятно играть. Стелс здесь хорош, противники любят порызгать по углам в поисках бесшумного убийцы и стараются не глупить, а яркие и красочные локации оставляют теплые впечатления. Перезапуск будет, а действительно он. На 100% не удался, но игра от этого ничего и не потеряла. Спасибо за внимание и до встречи на Playground.ru!